В императивных языках основным инструментом повторяющихся вычислений служат циклы. В функциональных языках, однако, циклы не очень осмысленны. Поскольку в функциональных языках понятия изменяемой переменной отсутствуют, то у нас нет никакой возможности отличить одну итерацию цикла от другой. Как же обходится это ограничение? Для того, чтобы осуществить повторяющиеся вычисления, в функциональных языках используется рекурсия. Определение функции называется рекурсивным, если в правой части этого определения у нас присутствует вызов самой определяемой функции. Посмотрим на пример такого определения. Итак, перед нами определение функции факториал. Мы видим, что факториал это функция одного аргумента, n, формальный параметр, находится в левой части. В правой части у нас имеется условное выражение. Условное выражение осуществляет проверку равенства формального параметра нулю, и в случае, если он равен нулю, возвращает единицу. В противном случае у нас имеется вот такое вот выражение, которое содержит функцию факториал, ее рекурсивный вызов. Таким образом, перед нами рекурсивная функция. Каким же необходимым требованием должна удовлетворять рекурсивная функция, чтобы она не зацикливалась? Есть два таких требования. Требование номер один. Вызовы функции в правой части, в теле этой функции, рекурсивной, должны осуществляться на значениях параметра, отличного от формального параметра функции. Если бы у нас здесь присутствовал факториал n, и здесь присутствовал в точности факториал n, то эти вызовы были бы неразличимы, и факториал бы зациклился. Этого, однако, недостаточно. Имеется второе требование. Второе требование говорит, что рекурсивные вызовы должны где-то прерываться. Должно быть так называемое терминирующее условие. И такое терминирующее условие у нас есть. Не во всех ветвях вычисления нашей функции факториал у нас имеются рекурсивные вызовы. У нас есть ветвь вычисления, когда условие возвращает значение истины, когда рекурсивные вызовы прерываются. Таким образом, наша функция факториала работает следующим образом. Пока у нас значения n превышают 0, у нас происходит рекурсия. Когда у нас значения n обращаются в 0, то тогда рекурсия прерывается и остается некоторая цепочка умножений, которая, собственно, и равняется значению факториала переданного числа n. Давайте теперь посмотрим, каким же образом в Хаскеле происходят вычисления. Мы с вами уже сталкивались с вычислением арифметических выражений, но в данном случае вычисления устроены немножко сложнее. В Хаскеле общий принцип такой. Вычисления происходят с помощью подстановки. Вместе вызова функции осуществляется подстановка тела этой функции с заменой формального параметра на фактический. Давайте взглянем на то, как подстановка происходит на примере вычисления функции факториала. Мы пытаемся вычислить факториал в значение 2. Происходит подстановка. Здесь выражение, которое мы хотим вычислить, содержит применение функции. Поэтому вычисление начинается с определения факториала, в котором вместо формального параметра n подставляется фактически параметр 2. Первый шаг редукции приводит нас к вот такому вот выражению. Здесь мы, правда, выполнили дополнительные арифметические вычисления. То есть вместо n мы подставили 2, всюду, где n входило у нас в наше выражение. А вот здесь что у нас есть выражение n-1. Мы его вычислили 2-1. Это арифметическое вычисление. Мы арифметические вычисления будем выполнять тогда, когда это будет нужно. В точности о порядке вычислений. Мы поговорим несколько позже. Следующий шаг. Это опять подстановка. На этот раз подстановка определения конструкции if, then, else. Мы все прекрасно знаем, как такая конструкция работает. Проверяются условия. Поскольку условия не выполняются, то у нас отрабатывает вторая часть нашей конструкции if, then, else. Не блок then, а выражение, которое у нас находится в части после else. И вот эта вот часть появляется у нас. Двойку умножить на факториал единицы. Дальше следует тот же самый набор действий. Мы опять видим, что у нас здесь есть умножение. Но умножение не может быть выполнено, потому что второй аргумент умножения не является числом. Это значит, что мы запускаем опять вычисление факториала. Опять с помощью подстановки мы подставляем определение функции. Единственное отличие от предыдущего нашего шага, то что вместо параметра n у нас подставляется единица. Опять возникает вот такое вот расширенное выражение. Опять осуществляется проверка равенства формального переданного фактического параметра нулю. Опять у нас срабатывает вторая часть нашего определения. И в итоге наше выражение принимает вот такой вот вид. Мы договорились, что умножение выполняется сразу, поэтому двойка умножается на единицу. Дальше вычисляется факториал от нуля. Когда мы вычисляем факториал от нуля, мы наконец приходим к терминирующему условию рекурсии. А поскольку у нас выполняется равенство 0 равняется 0, поэтому при редукции выражения if-then-else отрабатывает первая ветвь, мы получаем двойку умноженную на единицу. И в конце концов получаем результат нашего вычисления значения 2. Таким образом мы видим, что вычисление происходит не где-то внутри какого-то отдаленного вычислителя, а напрямую в языке, как мы говорили раньше, выражение редуцируется по определенным правилам до некоторой величины, которая является окончательным значением, потому что оно не может быть редуцировано далее.